Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Россияне в последнее время слишком прониклись гражданскими инициативами и общностью. И, видимо, чтобы помешать этому, государство решило ударить в самое верное место – по школе. Как пишет новая газета, Рособраннадзор предлагает со следующего года ввести, среди прочих, одно нововведение. Оно заключается в том, чтобы в конверт с заданием для учеников на ЕГЭ положить специальный вкладыш, в котором тот сможет написать о нарушениях на экзамене и незаметно сдать его вместе с работой. То есть, фактически, детям дают возможность легально писать доносы и открываются широкие возможности, чтобы, к примеру, отомстить учителю, с которым не сложились отношения, или девочке, которая не ответила взаимностью. А, по сути, это прекрасный способ для государства возбудить у людей ненависть друг к другу, а самому остаться в стороне, да еще и получить выгоду. Инфопресс С бизнесом-омбудсменом, наконец, вроде определились. Как пишет газет-репортер, губернатор своим постановлением утвердил на эту должность, пока на общественных началах председателя правления Лиги предпринимателей Кировской области Деловая Вятка и член общественной палаты Сергея Даниляна. Он, учитывая решение депутатов о том, что в 2014 году аппарату полномочного обойдется без финансирования, согласился работать бесплатно. Однако не уверен, что юристы окажутся такими же альтруистами. Вообще же изначально депутаты усомнились, что омбудсмен для предпринимателей в регионе в принципе нужен. И даже в первый раз проголосовали против принятия закона о нем. Но чуть погодя, все же его приняли. Ну и, как уверен Данилян, из-за финансирования дела не заржавеет. Как говорится, раз уж родил, покупай игрушки. Безработица в Кировской области, как и во всей России, на фоне экономического спада неизбежно будет расти. Об этом сообщает газета «Бизнес новости» и даже приводит некоторые цифры. К примеру, на 1 октября текущего года более 3000 человек в области были предупреждены о возможном сокращении. Тогда как в прошлом году таковых было на треть меньше. В связи с чем, к примеру, сообщение о том, что Дмитрий Анатольевич предложил рассмотреть возможность снижения стоимости алкогольной продукции в России, в ближайшее время выглядит вполне себе разумно. Инфопресс Между тем, юрничает в отношении премьера экс-вице-губернатора Кировской области Сергей Корнаухов. В своем твиттере он пишет, в ленте вдруг новость про Медведева. Что-то там проведет, совет какой-то. И добавляет, помните, такой был парень. И, скорее всего, те, кому нужно, помнят. Как и в Кировской области, помнят самого Сергея Сергеевича. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс